Сегодня у нас даже очень. По плану у нас сегодня уже, как сказать, последний тип прошлых процессов, которые выделены в рамках гидрогонофологической теории Государственного гидрологического института. То, что попало во все нормативные документы. Там у нас 7 типов прошлых процессов, которые вот плотались все время на предыдущем слайде. И на этом тоже они уже эти 7 типов прошлых процессов. Ну и в какой-то мере прошли с вами прямые реки, где у нас ленточные гряды, побочные и осередковые типы прошлых процессов. Ну в какой-то мере прошли визвилистые, которые ограниченные меандрежные, свободные меандрежные. Вы поняли, чем они отличаются. Ограниченные это слабо развитое, а сползает вниз, сохраняя степень разности. Свободные это сильно развитое и развивается в стороны, в бок, поперек долины, увеличивая степень развитости. Это идеалы. Это идеалы такие редчайшие. На самом деле в конкретной излучине надо разбираться. Она может одновременно сползать и вниз, и в бок, и развиваться, и вообще непонятно как. И у нас остались с вами еще два типа прошлых процессов, которые один такой пограничный между разветвленный и извилистый. Потому что в нем есть и извилистость, и разветвленность. Это не завершенное меандрирование. Это тип вот такого. То есть в нем есть извилистый, то есть в какой-то степени его можно уместить в компанию с извилистыми, да. Но в то же время он и не только извилистый. Кроме извилистый, там еще есть все-таки и протоки, поэтому мы его помещаем в компанию также и с поймного рукавности. Потому что тоже есть признаки и того, и того. Ну и, соответственно, еще и поймная рукавность. У нас медвиразобранная и поймная рукавность, она очень самая непонятная. У нас очень немножко непонятный вот этот тип процесс, который называется русловая рукавность. Почему непонятная? Потому что он одновременно и понятный, и непонятный. Он понятный в том смысле, что мы когда его видим, его легко идентифицировать. Мы понимаем, что это вот что-то двигается в русле. Это вот, если не очень сильно вылезают эти русловые положительные формы над водой, то мы это называем осередковый тип. Осередки, а не посередки, они такие вот просто в русле. А если они сильно вылезают, то мы это уже называем русловыми рукавами. А генетически это одно и то же. Просто относительно поменьше этих наносов, которые толчатся, ползут, а с другой стороны вылезают. То есть он, с одной стороны, вот этот осередковый, он понятный, потому что его легко идентифицировать. Но он совершенно непонятный внутри. То есть отдельно, как может будет двигаться отдельный островочек вот этот русловой, непонятно. То есть в целом, это такой понятный хаос. То есть понятно, что хаос, а вот что там внутри непонятно. Вот этот островок переползет. О, здравствуйте, Ирина. Ура, у нас все больше и больше. Ура. Или он уползет, или он размоется, или он объединится с другим. То есть вот что там внутри, вот не разобрать. Вот. Ну, мы в какой-то мере уже русловой Моруканцев посмотрели, и, ну, может быть, уже сегодня не успеем, но в конце сегодняшней презентации там как раз есть сравнение русловой и помином Моруканцев. Потому что, видите, даже по словам. Вот это русловая Моруканцева, это поемная Моруканцева. И кажется, что внешне они похожи. Потому что и там, и там острова, и там, и там протоки. Вот. Ну, к Генезису, оказывается, они совершенно разные. Ну, сейчас не буду. Ну, просто коротко могу сказать, что если у нас русловая Моруканцева, это вообще-то одно русло. Просто в этом одном русле есть русловые формы, которые могут вылезать из воды, образовывать острова, сложенные русловыми малюриями. И в результате, после вылезания такого острова, в результате образуются две протоки, которые обтекают. Или три протоки, или четыре, которые обтекают эти русловые образования внутри, в общем-то, одного русла. А помином Моруканцева, это несколько руслов. И образуется совсем по-другому. Наоборот. Если русловой Моруканцев сначала вылезает русловой остров в виде этого руслового аллюрия, и в результате, уже как результат форма, так сказать, две протоки, то тут наоборот. Сначала одна протока в пойменной Моруканцевте, потом вторая протока. И они сами по себе. То есть одна жила-жила, и она продолжает жить своей жизнью. А вот тут новое говорит, а вот здесь я новое сделаю, вообще на пойме. То есть это в русле, русловой Моруканцев в русле. А пойменный Моруканцев на пойме. Это на пойме образуется просто новое русло. И остров это кусок поймы. Вот одно русло, второе русло. И между ними в результате не то что образуется, а остается. То есть он так формально образуется. Кусок поймы теперь оформляется в виде пойменного острова. То есть он внешне тоже понятный, потому что мы видим, что эти протоки есть, их несколько. А внутри тоже так же непонятный. Потому что одна протока может, условно говоря, бывшее основное русло, может развиваться по любой схеме деформации. И вторая образующая тоже может по другой схеме деформироваться и может по другой схеме деформации. Например, основное русло на АБИ может быть, кстати, развиваться. Основное русло на АБИ может развиваться по схеме осередкового типа. По схеме условного руканости. Там в этом основном русле, там ползут формы, положительно отрицательные, по схеме условного руканости. А второе, какой-то протока, который новый, она может там по пойме себе меандрировать. И получается, что пойменная руканость, она коренным образом отличается от всех остальных, уже рассмотренных нами типов процессов в рамках схемы ДГИ, тем, что это не схема деформации. Это по-разному. Говорят, не тип, а над тип. Это не схема, а сборная схема. То есть, сказав пойменную руканость, это только лишь начало. Сказав пойменную руканость, вот смотрите, говоря, например, что мы обученный тип или ограниченный меандрирование, мы практически уже передаем вот этими словами много-много сведений и общеизвестных знаний об этих схемах деформации. А сказав пойменную руканость, мы на самом деле говорим о том, что надо приниматься за изучение каждого отдельного рукава. Пойменную руканость. Но это не сейчас, это как раз мы на курсах в какой-то мере смотрели. И это будет, когда мы перейдем к методам расчета планов на глубинной деформации для прямых рек, тогда мы рассмотрим с вами условно-много руканость. А потом, когда перейдем к методам расчета пойменных проток, тогда мы рассмотрим пойменную руку. Сейчас, что я хотел сказать. Не это, а просто то, что мы, можно сказать, заканчиваем. Типы услуг процессов описаны нормативные документы, DDA. И потом приступим как раз к типам услуг процессов, не описанным нормативным документам, DDA. И вот я хотел показать вам просто сегодня, отсканировал из некоторых книжек, как не то, что представляются, описываются или перечисляются типы услуг процессов, а какое отношение к этим семи типам услуг процессов. Например, смотрите, вот рекомендации. Это примерно как в СН-163-83. У нас есть большой список нормативных документов, как раз на форуме я дал ссылку, там кто-то спросил у меня, не у меня, а вообще у всех спросил, где раздобыть СН-163-83. Я дал ссылку на комплекс документов, в том числе там есть перечень нормативных документов по руслому процессу. И у нас есть такой известный, такой привычный СН-163-83, который относится к подводным переходам. У нас есть по нижним ЕФМ, у нас есть по карьерам, у нас есть по ЛЭП старой, 75-го года, и у нас есть по выпуску источных вод. Все это сделано в рамках гидролого-морфологических теоретических процессов, одними и теми же авторами, поэтому можно читать любую. Ну и вот мы взяли то, которое у меня есть в бумажном виде, отсканировали рекомендации по смещению выпуска источных вод. 81-й год. То есть это 81-й год, это где-то с 80-го, даже где-то с 75-го по 88-й, может быть даже по 90-й год, может быть, да. Это пик развития гидролого-морфологического процесса. То есть уже все сформировалось, скомпоновалось, реализовалось в виде ГОСТа, куда попали все эти типы процессов в виде вот этих нормативных документов, а после 90-го года был просто обвал. Ну и вот, можно сказать, на пике развития, как относились к этим семи типам, выдавленным, относились в рамках разных нормативных документов. Смотрите, написано, выделяются 7 следующих типов процессов. И непонятно, на что я сейчас хотел обратить внимание. Непонятно, а есть ли другие типы процессов, кроме этих семи. Написано, что в соответствии с ней, в соответствии с разработками государственного гидрологического института, с разработками гидролого-морфологического гидрологического процесса. То есть, получается, что здесь непонятно. Или вот все эти можно отнести к этим семи, или только лишь... Если использовать эту типизацию, то тогда, павтология, да? То есть, если мы используем эту типизацию, стоящую из семи типов, значит, мы эти семь типов и выделяем. То есть, не очень понятно, да? Потом, вот еще книжечка 88-го года, да? Это учебник. Это учебник, по которому я учился. Да. Я в 90-м году закончил. Я даже помню, как эту книжку я ходил покупать в книжный магазин. Я был очень рад. Тогда это была такая хорошая книжка. Толстенькая, видите, 455 страниц. И тут написано, что... Смотрите. Все разнообразие может быть связено к семи типам. Вот если было написано к семи типам, да, то все, капец. Но тут написано к семи основным типам. Получается, что у нас есть два класса. У нас есть основные. И, значит, какие-то другие, там, неосновные или еще какие-то. Вот. Но другое дело, что семь основных-то показаны, понятны. Вот мы с вами их уже там разобрали. Можно было даже и не разбирать, потому что это есть во всех нормативах. Вот эти семь основных. А если есть неосновные, то какие? Где они перечислены? 88-й год. Теперь еще следующая книжка Николая Борисовича 1991-го года. Здесь написано то, что все многообразие слух протезов подразлено на семь типов. Ну и там, вот это вообще мне совершенно непонятно. Там уже он пишет, что в рамках этих семи, оказывается, есть пять основных. И два дополнительных. Ну, смотрите, все многообразие условий процессов подразлено на семь типов. Не на семь основных типов, а на семь типов. То есть, если мы аккуратно, так, логически, как вот мы с Ярославом сейчас пытаемся, значит, дедукцией-индукцией занимаемся, там всякие логические эти конструкции, что из чего следует. У нас получается, что вот на этом слайде, да, вот в книжке 1991-го года, где я показываю, ну, ксерокопию со странички, у нас написано одно, а на предыдущий, в 88-м году, там написано другое. Здесь написано, что все многообразие сводится к семи типам, а на предыдущий написано, что все многообразие сводится к семи основным типам. Там у нас появлялся вопрос, а какие же другие не основные, а здесь получается, что никаких других вопросов и нет, потому что никаких других типов нет. Вот очень интересно, да? И получается, что, 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 типы ГГИ это все многообразие сводпроцесса. То есть, если мы выделим зону всего многообразия типов процессов в мире и выделим вот эти семь типов, которые мы с вами рассматриваем, это что, это одно и то же? Или есть все-таки какие-то другие, там, не основные, еще какие-то типы сводпроцесса? Мы с вами сейчас посмотрели выдержки из последних книжек, да, 81, 88, 91 года, то есть, вот такие, ну, последние, потому что потом, после 90-го года был вообще обвал, пустота, вот до сегодняшнего года. Было два нормативных документа 2009-2011 года, стандарт организации ГГИИ, но там ничего нового нет вообще. Там не то, что нового нет, это отдельно, может, когда-то расскажу, что это шаг назад, что там это просто уже профанация начинается. Вот, получается, что вот мы смотрели с вами вот то, что вот уже как концентрат, как в виде учебника предлагается к нам для исследований, для использования. Но давайте залезем в что-то старое, да. Вот у нас есть наш основополонник, как раз вот вроде бы на основе которого все и есть, 68-й год, то есть, это как раз вот начало, точнее, не начало, это вот такой вот, ну, потом когда-нибудь расскажу вам про S-образную кривую, и, кстати, вот мы позавчера с Александром как раз на S-образной кривой остановились. Вот, S-образная кривая, такая типичная кривая, которая многократно открывалась в разных науках, которая имеет разные названия, например, кривая развития, логистическая кривая, кривая насыщения, кривая сатурации, вот, много названий одной и той же кривой, но внешне она выглядит как S-образная такая, на боку, латинская S, извилина такая. И там есть, ну, условно говоря, три основных промежутка и несколько таких особых. Вначале у нас маленький градиент, то есть время идет, а ничего не происходит. Потом у нас большой градиент, то есть время идет, а все развивается бурно. И потом третий участок насыщения, уже стагнации, это время идет, а уже опять ничего не растет, потому что уже потолок достигнут. Ну, и получается, что вот этот 68-й год, это вот как раз интенсивное развитие. То есть это еще не начало, когда все медленно происходит в развитии какой-то конкретной отрасли науки, а уже вот самый-самый раз... Вторая стадия интенсивного развития. Я потом покажу эту С-образину и покажу, как по ней понятным образом можно понять, как развивается любая наука, в том числе конкретно, расскажу порсовым процессом. И эту же кривую мы потом применим совсем к другому. Я покажу, что если представлять это не как развитие науки, а как степень изменения внешнего воздействия на конкретный участок реки, то тогда тоже оказывается такой же реакция системы, тоже она в виде сообразия. Это такая очень полезная кривая. Ну, зря сейчас я про нее отвлекся. Смысл стоит в том, что смотрите, что в 68-м году... Вот я сейчас выделю. Вот, смотрите. Смотрите. Во-первых, много разнообразия. Он признавал, что есть разнообразие. Что разнообразие и есть. Так, смотрите. Мало того, вот это вообще важная вещь. Смотрите, он пишет, что охватывает равнинные реки умеренного пояса. То есть он говорит, что признает то, что было на самом деле сделано. Он говорит, что типизацию вот это сделано на основе не всего, а только равнинных рек умеренного пояса. И не включает некоторые имбеги, не распространенные. То есть он говорит, что да, еще были другие типы, менее распространенные, которые отнесем к особой. И вот сравните, как основатель науки в 68-м году сказал, что четко определил границы, что это равнинные реки умеренного пояса. Он не проговорил здесь, но я вам скажу, что это на самом деле еще и большие реки. Даже не так. А те реки, которые изучали, а изучали большие реки, те реки, на которых были большие проблемы, а это большие реки. Те реки, с которыми обращались в государственный гидрологический институт, головной институт по гидрологии, по русскому процессу. Это были большие реки. С маленькими реками обращались. И это те реки, которые были видны на появившемся тогда новом методе изучения рек. Это аэрофотоснимки. Самолеты, фотоаппараты, аэрофотоснимки. И что там было? Там были большие реки. Малые реки были не видны на космическом, на аэрофотоснимках, были неинтересны для строя коммунизма, были неинтересны для головного института и малыми реками не занимались. Поэтому здесь Николай Евгеньевич четко и честно сказал, что они типизировали равнинные реки. равнинные реки умеренного пояса, но не проговорил то, что ему казалось естественным. Кстати, не конкретно сейчас, а вообще в целом, когда ученый занимается каким-то объектом, он очень многое не проговаривает. Почему? И что? Он не проговаривает что-то очень важное, но совершенно на его взгляд банальное. Такое, общее, например, что одним из главных таких вот движущих сил, вообще, которые приводят к образованию рек, является вода. Существование воды на планете Земля. Что существование силы тяжести на планете Земля. Про силу тяжести нигде, в книжках процессов нет. Про то, что уклон, что вообще для того, чтобы существовала река, должен быть уклон. Тогда, если не река, тогда получается озеро. И кажется, что это слишком просто, слишком понятно, слишком банально, поэтому, что об этом говорить? Ну, это в целом, в целом, по науке о самом главном не говорят. Особенно, если не просто это общеизвестно, но еще, если это не изменяется. Ну, например, атмосферное давление у нас на всей планете, ну, условно сказать, можно примерно одно и то же. Силы тяжести примерно одна и та же. Что там еще? Ход времени, да, у нас примерно один и тот же. Освещившие расстояние от Солнца у нас тоже примерно одно и то же. И об этом не говорят, как русло самимоничие факторы. Вот, и в данном случае Николай Евгеньевич четко сказал то, что он посчитал можно сказать, что это равнинные реки. Почему? А потому что были горные реки и у него был ученик, который этим занимался, который тоже попытался сделать типизацию. Потом была жена Борислава Ильича Снищенко, Денина Владимировна Снищенко, до сих пор она действует. И она как раз попыталась сделать на основе анализа рек Барама, но это уже не 68-е годы, это как раз было в 85-м году, она попыталась сделать типизацию типов процессов горных рек. Но она не продвинулась, точнее как, вообще-то она продвинулась. Непосредственно сама Денина Владимировна сделала громадный шаг в развитии представления о разных типах процессов, в том числе на горных реках. Но никуда это не попало, мы не используем. Никто не использует. Отсюда самое главное, что у нас была при этом дилемма, все многообразие ли рек описывается семью нотами, семью типов процессов, или есть еще гаммы, есть еще какие-то бемоли, вообще есть, оказывается, дор-мин на флейте и на пианино отличаются. И разные вообще там октавы, и все такое. Много чего там, чего я как-то не музыкант не знаю, но все равно аналогия какая-то напрашивается. И вот мы приходим к одному из первоисточников, выясняем, что оказывается основатель-то понимал, основатель знал, что есть другие типы процессов, но почему-то их не описал. А в девяностом первом году на предыдущем слайде, помните, что было? Там написано, что все, многообразие, описывается с семью типами, и все. Даже не семью, основные типы, вообще по семью типами. Ну вот, и получается, что, получается, так, это что-то у меня вообще неправильно сделалось. Получается, что не так, да, на каком-то слайде Пуг Мелову если вы показали, что типы игры это какой-то кусочек, а все многообразие, оно вот Продолжение следует...